здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о приятном о том когда молодые люди покидают школу и не просто покидают школу а еще набирают баллы современная система у нас больная и от этих баллов зависит их дальнейшая судьба прежде всего поступления высшеучебное заведение и вообще этими баллами не распоряжаются так как хотят они и их родные и близкие сегодня у нас в гостях будет два представителя уникальных выпускников так называемых стобальников и начнем мы с валерии замарёновой которая является выпускницей гимназии номер 20 городского округа люберцы здравствуйте валерия здравствуйте ну во первых я прекрасно понимаю сколько волнений во первых они наверное были до окончания гимназии в период самого окончания вот на наборке этих баллов мы об этом сейчас поговорим ну и конечно же волнение после того как все закончилось внимание вопрос вы сейчас как себя чувствуете уже как-то прошло или или другие волнения теперь нахлынувают по поводу дальнейшей судьбы но мне какие-то смешанные чувства на самом деле потому что я еще к сожалению не знаю всех своих баллов у меня еще есть неизвестный экзамен так скажем но в принципе я не волнуюсь так скажем о поступлении в университет я не знаю пока что я отдыхаю от этого всего напряжения которое меня настигла во время егэ но может быть и уже ближе к самому поступлению я буду волноваться но пока что а когда поступление начинает сколько у вас еще есть возможности спокойно дышать не напрягаясь еще чуть-чуть еще несколько денечков и не от получить аттестат соответственно и потом уже идти в университет вот сразу же они поэтому вопрос традиционный деться от него некуда вот все говорят что конечно же вот это обучение которое попадает на пандемию она наверное как-то повлияло на вас то есть как вы считаете вам сложнее было заканчивать гимназию чем например тем вашим коллегам которые сделали это год ранее ну знаете это очень сложный вопрос потому что ученики выпускники которые прошлом году сдавали экзамен они все-таки сдавали его в июле это тоже стресс они получаются лишний месяц ждали не неизвестного чего то это тоже для них было очень тяжело то есть стресс плюс стресс плюс еще один страна у нас конечно все было как обычно в этом году никаких изменений как у прошлого года не было поэтому я я не знаю я считаю что мы были как бы в равных стрессовых ситуациях то есть вы сдавали сейчас это еще очно было ли уже за полу на удаленке было воздачи приходили не просто мы знаем что ситуация до меняется непонятно как бы она будет осенью я почему об этом спрашиваю потому что есть ощущение что уже вам дня выпуска из гимназии там из средней школы на детей потихонечку готовят какой-то на принимать некие стрессовые стрессовые ситуации а тем более еще будет поступление об этом чуть позже поговорим куда зачем и так далее давайте вернемся к вот этому финальному году обучения все-таки он частично прошел на удаленке вот есть у вас ощущение что на удаленке вы получили может быть чуть меньше знаний или опять же ну понятно что когда это продолжается долго человек ко всему привыкает наверняка мы тоже какой-то степени всех удаленки привыкли но или вы считаете что преподаватели все сделали что могли для того чтобы вас подготовить к вот таким замечательным результат но не знаю мне на удаленке было также сложно как и вот обычной жизни да поэтому как-то я не скажу что как-то было легче нет учителя хорошо постарались они все также давали задание также их проверяли и не было никаких поблажек так что спасибо моим учителям тогда еще такой вопрос как вы понимаете я и ваши родители а уж тем более бабушки дедушки и так далее родственники постарше они проходили по другой системе и как это общем-то водится по системе отцы и дети да вот мы были так они вот так есть такое ощущение что очень много заданий и очень мало такого живого разговора между учителем и учеником когда учитель например даже если взять там русскую литературу или географию предмет кстати если внимательно посмотреть в школе многими не до ну как скажем недопонимаемый да потому что зачем нам география вот а потом когда начинают ездить по странам надеюсь это когда-нибудь вернется нашу жизнь начинает понимать что география мне хватало так вот вот литература да а когда с тобой разговаривает преподаватель он является еще таким знатоком мировой художественной культуры должен быть да есть такие всевозможные предметы и он понимает что разговаривая он что-то человека вкладывает когда же я вам просто дают тест кто написал руслан и людмилу а сколько я уже не знаю там есть условно шутят да сколько страниц в произведении таком-то вот нет ощущения вы уже как взрослый человек который выходит как у нас принято говорить во взрослую жизнь вам хватало общения до вот этого пандемийного с учителями или вам нравится система этих тестов некая роботизирован но на самом деле тесты я не очень люблю все-таки там бывают свои какие-то погрешности все-таки если мы берем период пандемии то там учителя тоже нам скидывали какие-то тесты и мы должны были анальных проходить но это же машина на только определенный ответ какой-то тебя требует и и конечно нельзя ну нет никакой свободы учеников а так самой школе ты можешь спокойно что-то обсудить с учителем он тебе там даст совет какой-то поэтому нет я система тестов как-то общение было да общение конечно было да дело в том что он как еще являющийся преподателем московского педагогического государства университета а мы выяснили до начала нашей программы что вы туда вроде бы собираетесь поступать все-таки педагог это человек который не только должен ну заставить да но научить вот 2 плюс 2 равно 4 34 раза написать на доске чтобы запомнил но наверное должен найти какой-то подход к своему это раз а во-вторых ученик свою очередь тоже наверно должен найти подход к учителю вот ваша гимназия коль мы говорим сегодня гимназии номер 20 что вам она дала если вот сейчас так знаете без таких почетных заявлений какие у вас ощущения от гимназии номер 20 но я очень люблю сошку то есть там учителя очень сильные хорошие они хорошо готовят многим из них я благодарна потому что именно благодаря им я смогла хорошо написать и г меня какой-то каких-то отрицательных эмоций к ней нет я очень люблю свою школу всем советую 20 гимназию потому что но она очень хорошо готовит лично я так считаю хорошо а вот сейчас же у нас век интернета причем как мы прекрасно понимаем я вот недавно много передвигался по стране и на аэропорту очень часто видишь родителям там я не знаю лет 20-25 такие молодые и совсем вот ребенок еще только научился может даже еще наверно ходить не умеет а он уже вот в этот значит в таблетку в эту монитор значит тычет пальчиками и смотрит себе мультики а вот как вы считаете на сегодняшний но тут очень много проблем да мы наверно слышали с вами что в школе могут сидеть люди когда им я уж не знаю вашей гимназии разрешали или нет вот человек без телефона сегодня это не человек вы приходите например в кафе когда еще можно было приходить до пандемии вы сидите там молодая пара который вроде быстрее свидания назовем это так они почему-то у них начинается минутка телефона в каждой своем телефоне сидит есть у вас ощущение что из-за вот этой этой некой электронной жизни некоторые в школе да когда вы очень много еще учитесь и у вас удален как тут все в интернете происходит вас научили то обычной жизни человеческой как общаться с людьми как заниматься своим телом это я физкультуру имею ввиду как не знаю там слушать музыку воспринимать это человеческим каким-то качеством но знаете мне кажется мы сами этому обучались в процессе обучения как-то нас даже не нужно было этому учить вас как надо разговаривать как ну все таки по большей части это этим родители занимаются но честно вот мы росли учились в школе и уже какие-то знания приобретали о том как нужно себя вести в обществе как общаться ну как бы все вместе родители с одной стороны просто еще раз говорю у многих до людей которые ну может быть никто сейчас не учатся или которые очень давно учились у них правда такое восприятие что школа это сегодня такой электронный за кейс в котором человек пришел выстроили значит по по форме такой по уставу жизнь по уставу то есть жизнь в школе была какая еще была жизнь помимо учебы чем вы занимались было ли у вас там сама деятельность ну я вообще с раннего возраста чем только не занимаюсь на самом деле я и ходила на гимнастику и на танцы и в художественную школу ходила я и закончила и музыкальную школу я посещала человек оркестры да вообще ну и на дополнительные занятия конечно ходила там английский например тот же русский математика потому что если я сдаю егэ ну мои мои родители я мы считаем что нужно нанимать репетитора все таки чтобы помог да сейчас это делать все я даже знаю докторов наук которые нанимают для своих детей репетиторов это правда давайте поговорим о будущем время у нас остается немного в нас вы в первой части которой части ваш коллега по гимназии будущее как вы увидите сегодня куда идем мы говорим о моем аромана вашим ну вообще я буду подавать документы в несколько университетов но и честно я не знаю куда все-таки в конечном итоге то я поступлю надеюсь что куда-то допустим какой какой хотелось бы вот я помню себя в вашем возрасте у меня было как минимум три разнонаправленных вектора то есть мне хотелось быть с одной стороны этим вы страны этим астрите этим а в четвертый раз мне вообще никак не кем не хотелось быть отстаньте от меня все а вот на сегодняшний день вы себя в какой сфере видите ну хотелось бы то все-таки 4 года надо же еще поручиться поступить крути вообще на протяжении всей своей жизни я меняла свое мнение по поводу про это нормально но все они у меня крутились вокруг языков я очень люблю изучать какие-то языки мне очень нравится разговаривать с носителями других языков поэтому я и хочу какую-то профессию связанная с этой деятельностью скажем и знать много языков да то есть мне это интересно очень понятно значит будем поступать на что-то связанное с иностранным языком это значит вам нужно будет при его по-английскому да я вот эти баллы переходят уже на этот вуз который но в некоторых вузах я не знаю собираетесь вы поступать в мгу там же свои еще экзамены есть у них по праву я не знаю к счастью к сожалению но нет понятно ну и хорошо в любом случае мы желаем вам удачи последнее что хочется сказать вот если бы вы вас была сейчас возможность встретиться с валерия замарёновой лет через 20 чтобы вы сказали с сегодняшнего дня через 20 лет прибавьте такой цифру чтобы я и сказали передали привет это очень сложный вопрос не знаю но я бы ее спросила как она вообще по жизни что она делает как у нее там с личной жизнью и так далее там подобное но я бы просто даже сказала бы спасибо я не знаю почему просто как интересно ведь мы эту программу она будет я уверена что вот валерия не из будущего она очень постаралась бы поэтому я бы на это сто процентов и сказала спасибо за все старания за все ее потерянные нервы зная себя вы понимаете что программа это сохраняется в записи у вас есть возможность через 20 лет посмотреть валерия замарёнова выпускница гимназии номер 20 городского округа люберцы не просто выпускница так называемым кого-то чтобы так и говорят до 100 бальня как когда-то бани 100 бальник ну кстати ваши коллеги не обижаются которых там совсем не 100 баллов я даже не спрашивала честно но я даже не знаю знают ли они об этом серьезно теперь узнают надеюсь узнают спасибо большое валерия замарёнова гимназия номер 20 человек который уже собирается подавать документы сразу несколько высших учебных заведений а мне понравилась вот атмосфера в котором мы общались мне кажется у вас большое будущее по крайней мере было бы так желаем идем дальше эта программа открытый диалог во второй части еще один выпускник гимназии номер 20 напомню что эта программа открытый диалог сегодня мы встречаемся с выпускниками так называемыми 100 бальниками которые замечательно показали себя сдавая единые государственные экзамены и сейчас у нас в студии александр сорок вашин выпускник гимназии номер 20 тоже здравствуйте александр здравствуйте ну вот для особо людей которые скажем так среднего и пожилого возраста понятие набрать 100 баллов иногда ни о чем не говорит особенно если дети не учатся вот как эти вообще как эта система работала расскажите как вы поняли что набрали такое количество баллов ну как понял просто пришли результаты зашел на сайт увидел что 100 баллов и был в глубоком шоке потому что рассчитывал ну хотя бы на 80 хорошо это по какому предмету это по русскому языку по русскому языку то есть там поставить запятую где-то надо было да это я не знаю тогда расставить пропущенные буквы ну и сочинение конечно а сочинение а сочинение на какую тему писали мы сейчас бы вспомнил зиме она нервничать но приблизительно о чем обычно же как есть темы свободная тема была сейчас не было там была именно почти свободная тема был дан текст и в тексте нужно было самому выявить проблему которую поставил автор и на эту проблему написать сочинение дипломная работа так это звучит вы выделить проблему и так далее в русский язык это означает что вы получается продвинутый пользователь по русскому языку не каждому это кстати дано тем более после школы перед вами сидит человек который по пятибалльной системе но на экзамене получил 4 не было две четверки в эти статьи по русскому и по физкультуре да поэтому я получается уже ниже на сколько чем у вас а остальные экзамены вы еще сдавали ли только русский математика физика математика как там дела по математике все не так радужно как хотелось бы 88 а физика 97 результат а что же где это вы там ошиблись на 3 волды магниты до сложная вещь но я прекрасно помню что в наше время не буду называть год был введен такой принцип если у тебя есть медаль ты можешь поступать сдав один экзамен до высшеучебное заведение но экзамен был тоже тестовый то есть ты должен был решить задачу как сейчас помню это была физика вот и просто в квадратике ты вписываешь ну правильный ответ и так смешно получилось что я выяснил что я решил неправильно задачу на ответ все равно получился тот же самый так бывает вот у вас было волнение что знаете как получаешь билет или там вот задание и вдруг ты понимаешь не могу решить или просто и знаю но выпало из головы как вот у вас как сейчас волнуются человек который сдает единый государственный экзамен на самом деле у меня главная проблема перед экзаменами было именно что волнение поэтому я с этой проблемой боролся я ее поборол и на экзамены пришел абсолютно спокойный кроме физики потому что этот предмет который на самом деле меня волнует и я боялся что мне попадутся все задания на магниты а магнит вы не очень любите а почему что там как-то не идет вообще то есть идею не на магничный человек скажем так но окей но мы с вами до выхода в наш эфир выяснили что вы собираетесь поступать в бауманку да вот почему то есть получается все-таки физика человек со 100 баллами по русскому языку идет в бауманку возникает вопрос почему я самого раннего детства очень интересовался космосом буквально года в четыре мне родители подсунули энциклопедию по астрономии я тут же увидел красивые картинки и пришлось срочно учиться читать чтобы понимать что же там нарисованы что же там рассказывается и я этой идеи придерживался на протяжении всей жизни и идейная хочу работать с космосом а в как вы видите эту работу в космосе это работа в центре управления полю да именно как вот в кино показывает красиво именно это понятно хорошо но вернемся к учебе вернемся к гимназии потому что вот в первой части у нас была валерия сейчас вы на получается что вы же как бы в одном до большом коллективе вот что для вас сегодня как для выпускника гимназии номер 20 что вы нам можете о ней рассказать если честно в гимназии номер 20 по своим меркам и не так давно и как-то я не чувствую что смог по-настоящему вжить в коллектив но в целом школа очень хорошая учителя замечательные и просто на фоне многих других школ в люберецком районе мне кажется она одна из лучших потому что у меня много знакомых из других школ и иногда я даже некоторых высмеиваю по поводу того что у них там происходят а вот сейчас говорят что дети злые стали имею ввиду в школе дома помимо того что они троллят друг друга да как мне говорила одна студентка что задача даже не выяснить а просто написать какую-то гадость да вот ним там контакте уж в одноклассниках вряд ли вы наверно сидите но где то вот там инстаграме и так далее есть такое ощущение что есть некая такая детская злоба или это все таки какая-то проблема несуществующая ну именно социальных сетях какая-то агрессия возможно существует но я стараюсь не обращать на это внимание потому что человек который мне что-то неприятное пишет в жизни мне это сказать не может и сделать ничего не может в обычной жизни я с таким сталкиваюсь очень редко и мои сверстники большинстве своем вполне нормальные люди то есть могут сегодня школьники да опять же тема отцов и детей шатцы всегда считают что они лучше были а вот вы знать есть дружба взаимопомощь понимания да конечно есть друзей много у вас очень очень много да то есть вы общительный человек ну можно и так сказать хорошо вы будете один на теле с какими-то друзьями будете вместе поступать знаете как бывает иногда группы идут целые дамы выбор отчасти основа на том что часть моих знакомых уже учится в мгту баумана уже учится а то есть они вас позвали в виде к нам здесь хорошо тем более как мы выяснили в других вузах может быть страшно дали нет они сказали у нас кошмар завал но я им конечно же поверил решила их поддержать ну это правда потому что баум как конечно звучит хорошо но любой вуз мне кажется сегодня готов для вас распахнуть приемные скажем так деле для того чтобы вы вы только в один будете подавать или в несколько думаю в один потому что у меня еще олимпиады и мне нет смысла олимпиада какая по астрономии опас кстати астрономия тоже предмет который попытались из школьной программы вообще-то убрать а вы каким-то образом все-таки в нее внедрились вот благодаря тому моменту когда родители подсунули вам до эту книгу я тоже помню что астрономия у нашей школе было но где-то где-то классе 7 8 я тоже помню было знакомство такое как вы считаете вот тогда первый такой профессиональный вопрос будущему человеку работающему в астрономических направлениях космических пандемия это наше будущее вы готовы с таким будущем жить когда все-таки будут какие-то ограничения для каждого человека или это пройдет ну конечно интересно когда люди не только в космосе но и на земле в скафандр ходят не очень интересно это забавно но начало только как шутка как реальности ну а как вы думаете это с нами теперь будет я очень надеюсь что это как-то все уйдет в сторону но с другой стороны тоже ношение масок это возможно довольно прогрессивное решение потому что страна где воздух уже довольно сильно загрязнен связи с технологической ситуации в масках уже много лет люди ходят и сама пожаловать перестали еще такой вопрос опять же понимание того какие цели ставят перед собой сегодняшняя скажем так молодое поколение которое очень быстро очень быстро проходит студенческие годы и вдруг человек становится взрослым каким какой вы видите свою будущую жизнь вот если через я уже такой вопрос валерий задавал через 20 лет в сегодняшнего дня посылаете некий привет самому себе чтобы вы хотели чтобы с вами произошло через 20 лет каким вы себя видите ну наверное независимо от ситуации себе из будущего я бы сказал ха-ха ты слишком мало добился я в тебе разочарован как интересно то на самом деле мне бы хотелось попробовать себя и в центре управления полетами как руководители и попробовать себя на почве какого-то программирования связанного с космосом и в конце концов дойти до научной сферы а научная сфера это изобретение открытие чего-то нового того чего никто еще не открывал как вы считаете в этом есть еще местечко для вас помните как периодическая таблица менделеева до сих пор работает сих пор можно что-то откопать и туда записать вот вам хотелось бы чтоб какой-то вы нашли или закон открыли я не знаю это возможно вообще рискнуть конечно это возможно и риск этот довольно большой и шансы малые что-то значимое открыть но многие люди все равно идут науку с этой надежды и почему бы не быть одним из них то есть такое слово как профессор было бы неплохо для вас где-нибудь вот там через 20 лет в принципе можно уже до профессора доработаться при желании хорошо а вы вот говорите центр управления полетом так может быть тогда и в космос рвануть попробуем меня наверно по здоровью не возьму здоровье не возьму понятно с физкультурой как-то не очень ну да хорошо ваша мама с папой ваши родственники родители бабушки дедушки но все кто стоит за вами за ваши вот как они отнеслись к вашему выбор они во первых курсе вашего да конечно как они или они тоже поучаствовали в этом они очень положительно отнеслись к этому выбору и меня в какой-то мере перепели направили потому что изначально я хотел поступать в мгу на астрономическое отделение и шансы у меня при поступлении были бы хорошие но в итоге они меня просто пробили по интернету показали все что шансы пробиться там маленькие после окончания вуза и обычно многие люди не идут по специальности ну и потом все таки опять же шансы есть везде знаете как жизнь она сложена очень парадоксально и потом кто знает может быть у вас будет ни одно образование несколько это же никто не запрещает правильно вот и может быть мгу когда-то тоже появится вашей истории например в моей истории моя мечта сбылась все равно я закончил еще второе учебное заведение но если сегодня например вы бы были уверены в том что вы станете работником центра управления полета это действительно ваша мечта я думаю да и я очень близок достижению этой мечты потому что планирую заключить целевой контракт с ркк энергия и у меня будут гарантии что я получу именно эту работу а как вы докажете что вы такой вот замечательный что с вами должны контракт заключить как-то работает ну смотрите у меня и баллы я и собеседование прошел олимпиады есть то есть вроде как надо брать ну конечно добрать хорошо но потом после окончания вуза вы должны к ним прийти на работу насколько я понимаю конечно то есть но таким образом вы создаете себе вот эту вот замечательную возможность мало того что вы учитесь вы еще и знаете что куда вы пойдете потому что времена разные было хорошо финале нашего разговора последнее что я хотел бы узнать вот если бы у вас была возможность обратиться к вашим учителям не только гимназии номер двадцать дела учились данные всем тем наверняка где-то были учителя которые вам нравились какие-то вернее учителя вам нравились с какими-то были конфликты хотя иногда и конфликтные учителя потом выясняется через много лет что правильно она или он говорили вот чтобы вы им сейчас пожелали как уже выпускник на самом деле мне на моем жизненном пути с учителями очень повезло это и начальная школа и тот период когда я учился в школе 59 там например была замечательная учительница по русскому языку таисия степановна и она во что будет 100 баллов когда-то она точно знала далее 20 гимназии учителя по техническим предметам очень сильные и всегда мне было на уроках интересно еще я занимался в образовательном центре взлет как раз по астрономии так что просто у вас такой список до вложены того чтобы до порядочный список для поступлением нам остается пожелать вам удачного поступления чтобы воплощалась в жизнь ваша мечта несмотря на все остальное через 20 лет вы посмотрели запись этой программы сказали да это был клевый парень спасибо большое александр сорок вашим выпускник гимназии номер 20 который набрал 100 баллов по экзамену по егэ по русскому языку житель городского круга люберцы спасибо вам большое вашим учителям спасибо это была программа открытый диалог и желаю всем выпускникам удачного поступления всего доброго с вами был николай пивненко и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok